Часто говорят, что любовь движет миром, но я скажу так, любовь наводит мосты отношений между людьми. Ребенок, знающий, что его любят, понимает, я достоин любви. Любовь можно выражать не только словами, но и, слушайте внимательно, соответствующими, подчеркиваю, соответствующими физическими прикосновениями. Обнять, поцеловать, похлопать по плечу, взять за руку. Дети жить не могут без этого. В этом году будет 50 лет, как я путешествую по миру и проповедую молодежи, и, пожалуй, я еще не встречал подростка, который не хотел бы чувствовать любовь отца. Не поймите меня превратно, многие дети говорят, я ненавижу моего отца, лучше бы он умер, глаза бы мои его не видели. Съеду от него, как только смогу, но стоит нам поговорить минут 15, и у ребенка на глазах появляются слезы. «Знаете, что я тогда делаю? Говорю, давай расскажу тебе о моем сыне. И если это девушка, давай расскажу тебе о моей дочери и рассказываю о нашей любви друг к другу, как мы вместе проводим время, как выражаем привязанность друг к другу. И знаете что? Почти каждый раз после моих слов я вижу слезы и слышу что-нибудь вроде этого. Да, мне тоже всегда хотелось таких отношений. Почему мой отец так не поступает? Они плачут на взрыд. И вот что я скажу, если вы отец, если ваш сын или дочь не получают от вас никаких знаков привязанности, они обратятся к сверстникам или кому-то еще. Потому что каждый человек старается доказать себе, я достоин любви. И знаете, что я понял? Вот все говорят о давлении сверстников, мол, опасная вещь. Но если вы начнете с момента рождения ваших детей, не скажу за всех, но в большинстве случаев это срабатывает. Так вот, если вы начнете с самого рождения ваших детей, не только словами выражать им свою любовь, свое восхищение, но будете обнимать их, давать им держаться за ваши мизинцы, будете целовать их в щечки и так далее и тому подобное, то когда они вырастут, их сверстники будут вам не страшны. Почему? Потому что вашим детям и так хорошо. Им всегда хватало вашей любви. И они будут даже не против ваших нежностей в присутствии своих друзей. Однажды я взял баскетбольные команды моего сына и дочери на игру популярного клуба Лейкерс. Мы раздобыли столько билетов, что хватило на обе команды, мужскую и женскую. Для начала мы угостились пиццей, а затем пошли к арене через большую парковку. И вдруг я осознал, что моя дочь держит меня за руку. Смотрю, а за другую-то руку меня держит сын. И вот мы идем, взявшись за руки, в окружении всех этих друзей моих детей. И они не испытывают неловкости. Почему? Они привыкли к этому. С тех пор, как они появились на свет, для них это совершенно естественная часть отношения отца и сына или отца и дочери. Но если до этого момента вы вели себя по-другому, не надо резко меняться. Уважайте чувства своих детей, когда вам захочется понежничать с ними на глазах у их сверстников. Будьте деликатны, учитесь понимать, когда можно действовать, а когда лучше повременить. Это поможет укрепить ваши отношения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...